Всем привет! Меня зовут Виталий Штыбин, я автор канала YouTube этнографика, Instagram штибин on air, которые посвящены этнографии, культуре и истории народов Северного Кавказа, и в частности Краснодарского края Эдогеи. И я запустил новую серию в форме подкастов, которая будет публиковаться и в YouTube, и в Яндекс.Музыке, и в ней я буду делиться с вами разными видео, аудио, точнее даже записями людей, с которыми я сталкивался в экспедициях, во время съемок, то, что не вошло в видеоролики, в фильмы, то, что оказалось за кадром, то, что не по теме, допустим, либо было прислано подписчиками в разные годы. Это воспоминания людей, старожилов часто, их какие-то песни, их истории, которыми они делятся и которые несут в себе довольно уникальную информацию, на самом деле. В этом видео я бы хотел с вами поделиться довольно забавной аудиозаписью, сделанной во время экспедиции к понтийским грекам и грекам-урумам, селение Трохсельское в Успенском районе Краснодарского края, где во время застолья греки стали рассказывать о том, как они приезжали в Грецию, на Кипр, как они там работали, с чем столкнулись. Там довольно забавные истории, вот их восприятие этого быта, этой уже европейской, по сути, Греции, то есть как они их, так скажем, учили выпивать, как они там работали, какая у них особенность в ресторанах или просто во время отдыха после обеденного, ну и так далее. Очень много забавных, даже веселых историй из жизни людей, целая группа жителей селения делила своими воспоминаниями за столом, так что приобщайтесь, слушайте, улыбайтесь, и я думаю, что вам это понравится. И я напоминаю, что этот канал существует за счет ваших пожертвований и поддержки, поэтому буду рад видеть вас в числе подписчиков, спонсоров канала Ютуб Этнографика, а также, как вариант, еще на сайте Патреон. Ваша поддержка очень важна для развития этого канала, вот о том, как поддержать, как подписаться, стать подписчиком, спонсором, читайте под этим видео или подкастом в описании, там подробные ссылочки даны. Не забывайте ставить лайки, делать репосты, комментировать, и нажимайте в Ютуб, если смотрите на колокольчик, для того, чтобы получать свежие уведомления о новых видео. На этом все. Перемещаемся к грекам. Они едят на последнюю Стасную Пятницу перед Пасхой. Да, это вот еще с уксусом едят, потому что... Это знаешь, вот Иисусу Христу, когда вот это последний день давали уксус, да, и вот они когда вот в Пятницу, они вот это варят чечевицу, и туда уксус добавляется, что Иисус Христос ел с уксусом. Иисус Христос ел с уксусом, тоже вот такое это. Да, мелко-мелко режут, вот печенку, это мелко-мелко режут. Супродукты, да. Да, и вот туда они зелень, вот так мы шавель, вот все такое, они ложат туда салат. Вот есть же салат Марудли у них называется. Это получается легкий суп. И вот после церкви они приходят, сперва кушают этот суп, а потом уже яйца, уже такое мясное. А потом уже барашка. Это называется маирица. И у них на Пасху обязательно у всех, в основном бараны целые. Да, обязательно. Вот так крутятся, ну, крутят на вертеле. И чтобы вот делают какую-то вот железную эту. Да, там оно горит, и на нем это в основном все. А потом... Они очень вкусно все равно. У них, да, правда, сухня вкусная. У них рабочий день начинается в 5 часов утра. До 2 часов. Мы с полпятого работаем. Потом идет тихий час. Никто не работает. Не дай бог, ты там захочешь какой-нибудь портрет повесить на многоэтажке и начнешь дрелью сверлить. Сразу что звонят, придет. Сразу в милицию звонят. Сразу позволят, приедут мешающие. Строй час останавливаются. С 3-х до 5-х. С 2-х часов. Это бросают рабочий день, с 2-х часов отдых. Потом, в выходные дни, у них идет кафе. Посещают кафе и накрывают стол. Мясное, это разгрузочный день. Они там с пивом, кто вузу, кто вводку. Они пить не умеют. А наши научили их. Наши и работать их научили. Извини меня. Вот это правда-правда. Мы вкалывали, как эти. Они тоже не меньше работают. Это тоже наши с Турцией, когда приехали. Спирт пластиковый был. Мы приехали в 90-х годах. 90-х годах. Спирт пластиковый был. Стоил там 120 грамм. Они его не знали, что это спирт. Разбавляли? Они не знали, что спирт. Они не знали, что спирт. Наши научили их. Говорят, это уже пьется. Они как-то лекарство, растирание. И садятся, и садятся отдыхают. Я разговариваю? А, ты чистый пил, да? Мы чистый пили. Мы так работали, так и пили. Называется иноплино. И вот этот иноплино размливали на полторашку бутылку и засполь. В переводе спирт? Они не применяли никогда ничего. Они думали лекарство это, растирание. Продукт. Или огонь зажечь, ладно. Сирия, значит, отдыхают. Ками зажечь? Есть специальные заведения. У них в таком населенном пункте, как у нас, 5-6 кафешек. И все разные. Есть, значит, домино, шашки. Там сидят старички, кофе пьют. Кофе пьют, вот этот стакан, весь вечер. Да, да, да. С сигаретой. С сигаретой. Пригубил, поставил, пригубил, поставил. Есть, заказывают ужин. Не обязательно, чтобы день рождения было или еще что-нибудь. Заказывают стол, садятся всей семьей. Семьи приходят. То как? Накрывают без проблем, без забот. Накрыли им постели, они заплатили 50 евро. И на этом выходной день у них сытки. Еще они улитки едят. Улитки, конечно, и кукурузовые. Кукурузы жарят. Крупные вот эти собирают. Потом они на ночь оставляют. В том числе деревни, таверны, которые ужин делают, как ресторан у нас. Есть игровые, бильярдные. И есть куда отдохнуть. Чай остывает. Ничего, ничего. Есть где отдохнуть там. А в городах, в Афинах, вот так там, эти до утра. До утра. Наши российские, казахстанские, греки открыли рестораны, которые доходили до тысячи человек. Там официально официанты. Вот так они на руки ложили 8 тарелок сюда, 6 тарелок положат и вот сюда. И несут, раздают, подходят на стол, так тик-тик-тик-тик. Раз и ушли. Обслуживают три человека. Три человека. Они вот так, когда что-то кому-то надо, зажигалку, чик, он увидел искру. Значит, ему туда, кому-то надо прийти туда на помощь. Сразу прибегают, спрашивают, что как. Там на автомате у них. Я был на Новый год. Лишний есть? Не знаю. Так, значит, пять человек. Пять человек обслуживало. Весь зал. Которых там, получается, немало. Не хочу, не буду говорить там. А заказы делают. Вот семья собралась. Думаю, где на Новом году, где на Новый год, где отмечали? В 90-х годах так было. Три-четыре семьи собрались. Заказали в этот ресторан кафе. Кафе-ресторан. Заказали стол на 10 человек. Все. Их там 100%, 10 человек приедут, где они садятся и отдыхают. Полный стол, всего изобилие. И вот так. А какие, которые, как вот, есть звезды там, музыканты. У каждого музыканта, у них, не как у нас, наши звезды, да? У них свои рестораны. Они выступают в этих ресторанах. На публику концерты, когда выходят на стадионы, все. Они там специальные программы, специальные эти все движения. А в основном у них, у всех, у музыкантов, свои рестораны, где они исполняют свои... Танцоры, в основном и танцоры. Танцоры, танцоры, конечно. Они заказывают в понедельник этот ресторан, в четверг, в другом идут. Я там смотрела бабку, а соседка позвала мне погладить у них. Ну и обед уже. Она мне говорит, что пьешь? Она взяла пиво и с бабушкой сидит, пиво пьет. А мне говорят, а ты что будешь? Я говорю, я пиво в жизни не пила, а что пьешь? Я говорю, я самогон. Она говорит, а у нас есть. Ну и она вот такой чайник заварной. В холодильнике. Она достала. Достала. Я взяла себе, набрала стакан, а они смотрят на меня. Бабка, и это они пьют же глотками. А я раз стакан перевернула. Они раз поставили свои стакани и смотрят на меня. Ой, Евреевики, ты что делаешь? Я говорю, а что я делаю? Выпила 100 грамм. Она говорит, а сейчас что будешь делать? Я говорю, сейчас второй выпью, я трезвею. Она говорит, ты что, с ума сошла? Стакан, им хватит до вечера. Там хозяин у нас на море были. Ну, чуть больше стакана, он набирает там водки. И несколько штук орешки вот эти. И шашки у него тут, нарды или шашки. И он вот этот цельный день вот этот стакан держит. Цельный день ему хватает. Он говорит, у вас, говорит, понти берут, говорит, по 10 бутилок пива. Говорит, куда они делают? Я говорю, пьют. А он говорит, а вечером как они домой заходят? Я говорю, ну, открыли дверь и зашли. А жену, говорит, как находят? Я говорю, как, подожди на кровати. И жена там говорит, нет, я не найду ее. Если я выпью, столько пива. Кушать предлагают один раз. Второй раз уже будешь? Поконим. И еще как они гостей принимают? Слушайте, сюда пять. Вот, например, мы с бабкой, я бабку усмотрела. Все, мы с бабкой приготовили, поели. Все, у нас больше ничего нету. Сделали пять котлетов. Там салат, молот, три мне котлеты, две есть. А вы делали на три дня? Нет, не в один этот сделали. А тебе три? Мне три, я работаю. Она говорит, ты борща кушай, ты же работаешь. Ну, ты хорошая бабушка. Ну, все, тут у нее дочка приезжает со сыном в салонике. Звонит. Мама, я уже приехала там, я возле этого, ну, на Аристотеле. Она говорит, Элени, ты кушай, а потом поднимайся. Мы уже поели, у нас ничего нету. Все, она там зайдет в ресторан или в кафе, покушает, а потом поднимет себя. Мы больше готовить не будем. У них вот такое. Они гостей вот так. У меня отказываться просто. Нет, у меня у хозяев было по-другому. Нет, у меня вот так она была. Нас всех кормили. Значит, послушайте. Ну, когда было, мы всех кормили, а вот нету у нас. У нашего дедушки была сестра, самая младшая. Она в 14 лет замуж, выдали ее. И они попали с мужем в Грецию. У них был еще, у деда был еще один брат, Ефим, он был 18-летний. И дедушка решил его вместе с сестрой отправить туда, в Грецию. А потом сам. Ну, как бы ничего не получилось, закрылись дороги, все. И этот парень умер. И бабушка, дедушкина сестра не виделась с братом 40 лет. Она в 65-м году, только мы родились, она приехала в гости. Ее с Армавира, с поезда, с Москвы встречали всей деревней. И шли танцы, музыка там туда-сюда. Ростовская трасса проезжал один грек-водитель. Увидел свое родное. Бросил в машину, пришел, танцует вместе с теми. И, короче, идут они с музыкой, с танцами, с плясками. Встретили ее здесь тоже с таким этим шикарными встречами и все остальное. Значит, она научила бабушке, дедушкина сестра, моих тетей, мою мать, невесты, все-все, как за собой ухаживать, как за собой следить. В культуре той, которая там. Она приехала вся с ногнями, со всеми делами. Госпожа, хотя она тоже трудяга была таких поискать в той деревне, где она жила. Значит, ну, как бы многое что показалось. А мы были грудными тогда детишками, откуда мы что знаем, помним. Это все было. Затем дедушку она женила второй раз. Как? После смерти бабушки. Она ему говорит, хватит, тебе надо жениться. Поехали с Висентуки туда, настояли Белоею. И настояли, познакомились с женщиной, которая учительницей работала, замуж не выходила. И она, ну, согласилась жить с дедушкой и женился второй раз с дедушкой. Ну, эта женщина, будем говорить, они очень такая хорошая, храмотная, хорошая женщина была, бабушка наша, которая нас всегда, ну, как бы, мы на ее глазах выросли. Родную бабушку не помним, а ее помним хорошо. Одним словом, после того, как она посетила, ей подарков надарили. Дедушка был сапожником. Подарили много всего, особенно золота. Он ей в каблуки запаковал туда, и через границу она это золотишко перевезла. Там она кое-что продала, кое-что осталось, и деньги появились. Они купили себе трактор, они купили себе землю. И немножко свой бюджет подняли в населенном пункте, где они жили. Юрдан? Да, нет, Юрдан. Мать его. Вот. Одним словом, в тот момент у них старт был короче. Потом дедушка поехал через 20 лет туда, в гости. Вот. Поехал туда, он приехал, нашел многих родственников, которые там жили, с наших знакомых в деревне. И Балабановым нашел родственников, Каракетовым нашел родственников, близких, которые Хожана-мать нашел, Хожана-деда-хожана-мать нашел. Вот. А он такой был общительный дедушка, и он нашел, понаходил родственников, вот. А там тоже встречали его люди, приезжали из других деревень, узнать, с России приехал человек, все. Затем, значит, дедушка приехал, подарков навозил, все-все-все-все-все-все-все-все-все. Короче, отнесло. Всем девочкам, нашим сестрам сережки золотые, цепочки, там все такое. Ну, нас обделил, ну, ничего страшного, мы на это не обязались. Нам конфет надавали, жвачек понадавал, и мы довольны были там, неделями ежевали эти жвачки, которые, наверное, запах был такой, все. Пипсикола, пипсикола, это самое, бутылки наливали, пластиковые эти бутылки, потом на работу ездили в поле, все в этих же бутылках наливали воду, пили с них, там, пластиковые, там. Ну, одни словом, это воспоминание. Потом приехал сюда, дедушкин племянник, сюда приехал, и у нас, в населенном пункте, чтобы как-то отметиться, показать, его сверстники, один за одним свадьбой. Каждую неделю были. Каждую неделю свадьбы были, и все приглашают. В 80-м году это было. И все приглашают. У нас была как раз наша свадьба. И все приглашают, и он там, короче, газовал, газовал, короче. И потом после этого пристрастился, приехал туда, он опоздал на пассивной сезон. Там же у них посадка, весна, у нас декабрь месяц, он приехал сюда. Вот, здесь было очень долгое время, и это самое, он уже пристрастился к этому делу. До самой смерти он без топки. Никак, ничего. Он когда увидел, сколько у него здесь родников, он поражался всему того, что он видел. И такие вот эти застолья, по 200, по 500 человек, короче. Так и чужие звали его. Да, да. Все звали, что с музыкой ходили, его забирали. Тогда раньше вообще с музыкой же и за невестой ходили. Мы за ним ходили, и за ним так же ходили. Это сейчас лимузины, да, еще попробуют. Невеста сказала, ты на чем за мной? За мной на Ниве приехал. На Ниве. Хорошо, не напрички. Я не поняла, как мы садиться будем. Света. Он сиденья на кататуре, я села с ним, Серега каракет, на Ниве приехал. Мне в роддоме на кашовозке отвезли, а ты говоришь, на Ниве. Я от москов на кашовозке отвез в мне роддом. Ас-51. Нет, ну на Ниве никого нет, я говорю, вообще с ума сойти. Ниве, что хорошо, не мочи. Роддом. Не на армию, да. Поехала на кашовозке. У нас лимейки были разные, лимейки. Они были красивые. Радуйтесь. Когда проводы ему делали, да? Билетов нету на Москву. А там знакомые были, короче. Подарков столько было. Два купе купили. В одном они же с вещами, а в том запечатали. Полностью. Подарки там, короче. Он тоже, когда туда приехал, опять там половину попродавал, потому что не нужны. Столько всего доварили. Сувениры, там золото, там всякие вещи. И опять у него как бы бюджет у него немножко пополнился. Что опоздал, он наверстал. Он наверстал, да. Мы когда ездили туда, он нас встречал, он нас встречал всех деревенцев, которые там были. Там все оценили его гостеприимство, конечно, и поддержку там. Я у него лично работал на помидорах. Собирали помидоры. Мы грузили. У них плантация там, гектар земли. Ну, у них там не гектар, у них там около 20 гектаров у его семьи. Ну, мы на гектаре помидоры работали. Собирали помидоры, грузили и отвозили на завод перерабатывающий. Там томаты, все такое. Одним словом. Вот такие дела. Сыновья его в Швейцарии. Вот, да. Я, как обычно говорю, один женат был на нашей гречанке. А другой женился на местной. Отец у нее в Швейцарии. Там гостиница, ресторан и все остальное. Я обычно говорю, вышел замуж. Ну, он неплохой парнишка. Он неплохой парнишка, потому что мы когда общались, сидели. Вот, и покойный Илюша, Муратов, он сидит, и тетки там что-то сидим, пьем же. Пиво там накрыли стол во дворе. И сидим, отдыхаем. Ну, и он все-таки говорит, стоматоре, стоматоре. Я говорю, ты заткнись. Я говорю, ты что, для них это оскорбительно. Да. Это заткнись. 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 А он не совсем там. Не совсем там. Стоматоре. Тима, ну хватит. Хватит, да. Хватит разовать. Ну, не заткнись. Замолчи. Да, замолчи. Замолчи, да. Я говорю, Зюша, ты так нельзя говорить, потому что это... А еще был случай, мне рассказывали. Еще был случай. Вот среди наших греков, вот когда в те годы, когда уезжали с Турции, уезжали греки массово, да. Уезжали как? Вот мои родственники, получилось так, что старшие уехали, а младшие остались. И так мы всю жизнь и жили, буквально до 70-какого-то года. А еще наши ребята, это мне рассказывали, не со мной это было, и не с нашими родственниками. Уехали в Грецию на заработки. И приезжали, это нужно кто-то из ваших были, или из Балабановых. И закрылась граница, да? Нет, нет, уже после того, как открылась, поехали на работу. Приезжали в какое-то село, все, раздались, раздулись, все, взяли себе греки на работу. Все, один день поработали, второй, третий, неделю работают. Потом, значит, этот мужик, у которого они работали, я сейчас по-нашему разговариваю. И тут что-то прислушался, я говорю, что за ним. Стал спрашивать, оказалось, они когда уехали, получилось, что, например, отец уехал, а жена тут осталась. У нас в селе есть такие. Жена просто осталась. Ну, как раз, Алексей, хуже. Она потом вышла замуж и родила уже других детей. Ну, считайте, мать одна, а отцы двое. И они нашли, вот, понимаете, получилось, что он нашел своего родного брата, который рожденный от одной матери и от двух отцов. Они там неделю и потом еще путевали, это от того, что они нашли. Представляете, я трудно. Когда наши приехали, в каком году? В 92-м году две женщины приехали сюда. Мы как их приняли здесь? А потом через время, да, Ергу их тогда привез, да? А потом мы через время с Савой поехали, и я одной из них позвонила. И она даже сделала вид, что она, типа, не знает. Да, и, во-первых, они сейчас очень боятся. У них воровство, она ехала. Это тогда было, сейчас. Это тогда было, потому что мы, когда с деревни уехали, в 91-м году, мы не были воровской душой совсем. С русской душой. Боятся, боятся они очень. Потому что они не знали, что такое слово «гороват». Да, у них в мире не заехали туда и говорили. Воруют, она говорит, а что за слово? А кто ворует? Я у бабки была и иду в магазин. Смотрю, там это, тележка, отцепили там. Тележка стоит там, вишня сверху ящиками, арбузи, это все. Ну, сразу днем пацан торговал. А потом на ночь они отцепили, уехали, тележку оставили. Я иду и говорю, о, если бы она в России была, сейчас бы давно освободили. Убрали, а у них там оно стоит. Сейчас у них еще хуже, чем у нас. А сейчас, значит, научили их, как воровать. Мы на табаке работали у деда. И вот так вот убирали табак, и рядом персики там. Света, помнишь с тобой, когда мы ехали, персики я увидела? И я, короче, это, ну и что? Давай, ну пока табак это, ну пойдите, пацаны персиков возьмите. Пошли. А дед говорит. А ну обратно. А это не мое. Я говорю, ну что не твое? Ну мы там сколько? Нет, это чужое. А потом этот человек не так сейчас скажет, ты куда смотришь? Тут твои рабочие все сделали. Хотя мы работали на табаке, вот мы, считай, с пол четвертого вставали. Пол пятого мы уже в поле были. Света, мы с тобой тоже были. Трактор поставит, свет включит, и только слышишь. Листья, лист об лист. Раз, ствол мягкий, ага, что-то там закручено. Один раз поднимаю это, а там змея под листиками. Они же вот так ложишь листиками. Я поднимаю, я как закручу, что ты кричишь, змея. А что ты кричишь, их тут полно, они же тебя не тронут. Однажды в Афинах я встречаю брата ее, младшего Христофора. Ставлю? Нет. Христофор? Он младший мне. А, младший тебе? Ее младший брат. Младший ее. Христофора встречаю в Афинах в гостинице. Мы встретились, а потом пошли к нему в гостинице. И он рассказывает мне случай. Пришли мы на персиково-цитусовые работы. Ну и как бы много людей было. И нам уделили комнату, дали матрастик там туда-сюда. И однажды говорит, я расстилаю матрас. Ну и так поправляю, поправляю там подушку, не подушку. Раз, бабки высыпаются. Фресс. Денег высыпается. Он берет эти деньги, приходит. И хозяину говорит, ты мне зачем это дал? Проверить меня хочешь? Он говорит, хозяин, недоумение. Что случилось? Мы уже разговариваем на английском, на понтийском языке. Они частично там понимают. Частично как бы это самое. И он в возмущении. Ты что, еще недоволен? В таком плане. Говорит, вот это ты мне, говорит, зачем дал? Мне хочешь проверить? Я, говорит, чего не хочу. И возвращает ему деньги. Это не его деньги. Они очень часто проверяют. Это его деньги. Он забыл про те деньги, которые положил. Я тоже банка проверила. Он забыл про те деньги. А там хорошая сумма была. Он потом отчитал, ему говорит, работать тебе не надо. Ты считай, проверяй, делай. Ты кто по профессии? Он говорит, ветврач. О, да тебе в твоей работе цены нету. Представляешь? Если бы он там работал, он был в сельской местности. Ветврач это хозяин положения. Все животные, девочки там все. Это для них. Ну, а в основном собаки. Ну, конечно, он там, не помню, сколько там поработал, одним словом. Но он остался доволен. И после этого, так, все в этом населенном пункте здравствуйте, всегда приветствуются. Потому что, ну, показал свою благородность. Мы не знали, кто мы такие. Мы раз вырвались туда, и мне говорят, знаешь, что такое самолет. Ты садилась на самолет? Да. И видела его. Я как раз пошла коварам, я же не знаю, как язык не знаю. Я этот гарсоном работал. Я говорю, что случилось? Я говорю, раз в 30, я еще, как школу закончила, полетела в Ростов, там, это, то в Мемобе обратно летела, то в Белиси оттуда. Ну, раз в 30, я говорю, садилась, что такое? А это Елене было, она говорит, дурак, она ночом сюда на Кипр приехала. Она самолет.